Привет, ребята! Сейчас вы увидите новый выпуск влога о моем путешествии в Таиланд. Прежде чем вы закидаете меня гневными комментариями о том, где же розыгрыш на Аэродрамс, хочу сказать вам, что он будет в прямом эфире моего инстаграм-аккаунта, который, например, будет где-то здесь. Так что подписывайтесь, и это будет 15-го числа, в это воскресенье, в 18.00. Yeah! Ну что, парни, вот я и приехал на Пхукет. Женя поехал, видимо, на экскурсию, его я не встретил, хотя съездил к нему в отель. Вот я решил позавтракать здесь, еще пока не спал с вчерашнего дня. Взял себе ресец, пивка, вот такой вид, посмотрите, классный. По-моему, весьма недурно. Короче, я сижу в отеле, который называется Chimail Resort & Spa. В общем, сейчас придет Женек с отничаем, что мы пойдем с ним пусоваться. Я не знаю, зачем он поселился в отеле с таким названием. Мне кажется, что-то подозрительное. Короче, пара дня. Я не записал встречу с Женей, поэтому, типа ты, короче, удивлен. Давай. Здорово, Женек! Вау! Как дела? Вот. Все, мы отлично отработали. Аня. Это тоже наша подруга, я не знаю, как ее зовут. Мне кажется, Сунь Куй Винь. Сунь Куй Винь. Да. Теперь нам надо понять, где пляж. Если мы приехали с той стороны, значит, нам туда. Копы стоят, блядь. Блядь, ладно, копы. Ты опуел? Не, это не копы, Чуба. Все, подождем зеленый свет, проявим. А то, может, копы. Мы прячемся от ментов. На всякий случай, мало ли, может, от менты. Сейчас, смотри, зеленый загорелся, мы как рванем, как рванем. Прям в этот, блядь, пикап. Я не знаю, что-то, но в этот счет. Добрый вечер, дорогие друзья, и с вами снова передача «За полярной лупой, за лупой полярной». Итак, у нас в гостях знаменитый барабанщик, известный иллюзионист и маг, и чародей барабанового искусства Евгений Слюдеченко. Евгений, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Скажите, блядь, свет падает плохо. Скажите, пожалуйста, где мы находимся? Мы сейчас находимся на... на пляже. На пляже. Я покажу сейчас нашим добровольным зрителям, которые, конечно же, не увидят ни хрена, кроме темноты. Вы пьете алкоголь? Нет, это швепс. Швепс. И жрем водоросли ламинарию. Ламинария туфелька. Знаменитая ламинария туфелька, которая присутствует. А мы забьем косяк афганским планом. Закурим и пойдет отборный мат. Хуя ж не шеи, кайфуй, Россия-мама. Русское быдло. Типичный представитель. Игорь Новосибирск. Добрый день, Игорь. Игорь Новосибирск. Добрый день, Игорь Новосибирск. Ходили в Ходрук кафе, хотели поиграть с местными чуваками, потому что они рубились на бодкорны, на олимпийские, то есть всякие old school-банды. Но там местный менеджмент против того, чтобы гости играли, и поэтому мы обломались. Сейчас 7 утра, я хотел поехать кататься на серфе. Здесь есть такой пляж, который называется Ката-Бич. Но целлю-то обломался, потому что, смотрите, какая погода. Просто пиздец. Я не очень представляю, зачем можно на байке ездить. Очень простой номерок у меня за 1000 рублей в сутки. Все, что надо, есть. Как всегда. Женюк, ты что здесь делаешь? Почему? Наша видеоблогерская деятельность продолжается. Мы прибыли в одну из самых популярных туристических мест на острове Бхукет. Так называемый Биг Бута. Вот так вот идешь просто по улочке. А здесь такая вот штука ползет. Неплохо, да? Это краб, да? Нет, это креветок. Это рак. Мы с Женьком прибыли на какую-то экскурсию невероятную. Я даже не знаю, что это такое, но здесь сегодня какой-то шоу. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там такое. Вообще, здесь есть ботанический сад, который мы прозвали ботанический бар, потому что мы в поисках его. Если мы его найдем, то будет весело, потому что до самого шоу нам остается тусоваться пару часов. Классно я, правильно? Как будто я правильный блогер, прям настоящий. А на самом деле все это не так. Давай представь, что у нас 3 миллиарда подписчиков. Ходите, по-кому, важно. В общем, вот так все это выглядит. Я не знаю, что это за херня. Называется она Фантасия. Ну, короче, туристички ходят, в общем. Ну, так. Для вечера, в принципе, наверное, неплохое занятие. Учитывая, что сегодня лил дождь часов в 5 с утра. Сейчас он, наконец-то, прекратился. Отличная погода, не жарко и кайфово. Очень веселое место. Просто настоящий кладезь пластмассы среди джунглей. Я просто обожаю пластик. Я не понимаю, почему все люди здесь так и любят пластик, но пластик это классно. Где же на него энергия? Просто все из пластика. Пластмасса, это моя любовь. Спасибо тебе, пластмасса, что ты есть. Такое потрясающее шоу. Евгений Станиченко. Более известный, как Кик Доснари. Песни до пляски. Очередной наебал в этой экскурсии заключается в том, что ты плачешь невероятное количество бабла за вход и все развлечения внутри за дополнительную плату, включая наших братьев-слонов. Тупой пизде, обязательно надо поскучать по ходу к слону. Вебей, пожалуйста, чтобы она успокоилась. Я думаю, многие уже поняли, что я являюсь мотофанатом и почему мне нравятся страны Азии, потому что в них можно путешествовать на своем транспорте, на мотоцикле, на мотобайке и прочем. Сейчас я вам покажу байк, на котором я очень давно хотел прокатиться на Бали, но почему-то все время руки не доходили. Это Yamaha N-Max. Смотрите, какая малышка. Особенно в сочетании с таким классным видом. Дисковые тормоза на переднем и на заднем колесе, при этом 150 кубиков. АБС есть, то есть если вы оттормозитесь резко, где-то неудачно, то он предупредит ваше падение. Мне очень нравится, очень комфортная тема. И учитывая мой рост, мне все время некомфортно ездить на более маленьких байках, потому что ноги бьются об руль. А здесь все кайф. Ну что, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вполне себе, запросто нужно ехать и увидеть слона. Сейчас покажу. Привет, друг. У меня нет ничего, извини. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Хе-хе. В принципе, обыденная ситуация. Сидят орлы. Еще одно замечательное тайское утро. И сегодня мы отправляемся на знаменитые острова Пхимхи, которые находятся немножко в другом конце Пхукета. Нам нужно будет доехать до пирса, откуда стартуют лодки. В данный момент 6 утра. Все еще спят. Звук тишины, открой, небо по глазам. Ночью идет, оставив звезды в руками. И ветер, проведя, рукой по волосам. Немет пыль, здоров. Заберет к себе. Вот я и прибыл на Пхи. Сейчас будем осматриваться и смотреть, что здесь. А здесь обстановка вот такая. Какой красивый пейзаж. Конечно, камера не передает всех цветов и глубины. Но тем не менее. Сейчас я вам покажу шорты, которые я купил на наши деньги за 4 тысячи рублей. И вы спросите, что же особенного в этих шортах? Это шорты Rip Curl. Компания, которая делает серферскую одежду, аксессуары и всякую херню. Доски в том числе. Сделаны они из переработанных пластиковых бутылок. На самом деле, конечно, я не думал, что они стоят 4 тысячи рублей. Но я очень давно и хотел. Потому что это брендовые шорты. Что-то вроде... Если ты покупаешь тарелку Zildjian без надписи или с надписью. С надписью, конечно, круче. Я решил все-таки это сделать. Серфер из меня, конечно, не кудышный. Но тем не менее, может быть, эти шорты помогут мне кататься лучше. Но они, кстати, удобные. В общем, я добрался до бьюпоинта. В 20,5 километра идти вверх к холму весьма утомительно. Зато смотрите, какой классный вид. Единственное, что, естественно, много туристов. Несмотря на низкий сезон. Кошак повис. Эй, балбец. Че повис-то? Жареный кошак. Интересно, сколько стоит. Рыба неинтересна мне уже. Субтитры создавал DimaTorzok Сказочное место. Один из островов Пипхи, на котором вроде как снимали фильм «Пляж Леонард Ди Каприо». Вот я наконец сюда доехал с третьего раза. В Таиланде я третий раз и наконец я здесь. Примерно 90% телок козыряют фотками с этого места. И яркий пример это какие-то англичанки, которые фоткаются на пляже. Для того, чтобы мне прибыть сюда, мне пришлось встать в 5.30 сегодня. Давай, сделай позу, чтобы не быть жирной. Очень важно. Как тебе идет меланиновая кожа, я опять прошу тебя. Сейчас вновь я признаю. И за Дизнион, ну или хотя бы сделать это чуть попозже. Так или иначе природа возьмет свое. Через день ты зальешь слезами курак. Остывай, через месяц все пройдет. Вот такая вот красота неописуемая, пацаны. Только ради этого стоит сюда приехать. Посмотреть на это. Прежде чем закончить этот выпуск, что хочу сказать. Я уже в Москве, уже вовсю работаю, играю концерты, занимаюсь. И предвосхищаю ваши комментарии по поводу баб с членами в Таиланде. Потому что, видимо, это самый распространенный миф. Сделаю вам такую небольшую нарезочку из аккаунтов в Тинделе. Это очень смешно. Это мужицкий дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков. Эй, эй, мужицкий дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков. Эй, эй.